Свет падающей звезды не способен осветить путь идущего в пещере, но истинный мастер может научить и передать свою божественную силу всем, кто сможет лицезреть его величие даже через экран монитора. Приветствую вас, смертоносные колючки розы. С вами Федорович, а первый мастер, на которого мы с вами посмотрим, покажет настолько невероятный и классный прием, что даже кент, с которым вы будете его отрабатывать, или убежит в ужасе, не зная, что делать, или свяжет свою судьбу с вашей на всю жизнь. Тот взял, не перехватывается, партнера сознаем. И вот он держит, и мы как бы начинаем с ним, как бы, заночек и столбик свой расключить. Понятно, да, такие действия. Вода и огонь друг с другом не спорят, а вот мужик с мужиком об друг друга могут потереться. Особенно в таких удобных позициях. Я не знаю, где этот великий старорусский мастер взял на вооружение этот прием с немецкого фильма для взрослых про белоснежку, где семь гномов давали жар в глухом лесу. Или это запасной вариант, если вдруг ученики перестанут ходить, а зарабатывать как-то придется. Но это реально крутой прием. Вы в любом случае будете в выигрыше. Если гопник окажется реальным пацаном, после таких движений он вас отпустит и убежит от беды подальше. Ибо еще непонятно, кто кого потом поимеет. А если ему понравится, то бить он вас уже точно не будет, а начнет дарить цветы и конфеты. А вы, овладев его сердцем, сможете повелевать ним, как этот мастер своими учениками. Где корова, там и теленок, а где по-настоящему великий мастер, там десятки учеников. Но истинный мастер должен показывать свои приемы только на самом старом и немощном. Для того, чтобы все узрели его силу и не дай бог не лохануться. Глухой не услышит. Даже если ты будешь говорить ему истину. А ученик никогда не изучит прием, если не найдет такого же дурачка. Величие мастера, сидящего на стуле и тягающего деда ученика, бесспорно. Но видео не об этом. Видео о том, в каком охренительном зале занимаются эти чудаки. Что это мать его за аэродром для бальных танцев с хрустальными люстрами. Вы посмотрите на это помещение. Теперь-то у меня точно не осталось сомнений, куда грандмастер Федорович направится для завоеваний первой школы. Если вы не знаете, кто это, ссылка в описании под видео. В таком дворце можно и развернуться. Поставить бар, шест для стриптиза, диван королевского размера. А остальное оставить для учеников. Пускай стоят и крутят друг другу руки в поисках энергии чип. А я буду заниматься нормальными делами. Акуле достаточно одного укуса, чтобы поломать зуб, а в черепаху. Но настоящему мастеру достаточно одного прикосновения, чтобы положить своего ученика. Даже если их пятеро. Грязная одежда лучше, чем совсем никакой. А касание небесной чии хуже, чем простой удар. Ибо так можно покалечить всех сразу учеников и остаться ни с чем. Но на самом деле это реально классный прием. Заходите вы в кабак, а там очередь ваших коллег ждет 150 на разлив. Но вдруг коровообразная барменша объявляет, что всего осталось пол-литра. А в очереди еще 5 человек. Вы понимаете, что это конец. Но тут, вспомнив мегаприем, одним касанием разбрасываете всю эту очередяку к черствому беляшу. И уверенно производите захват всей пол-литры. Сразу обретая авторитет и уважение кинтов. Даже самый красивый бриллиант не сможет утолить голод. Но красивый мастер может раскидать всех. Даже ничего не делая. Заходите в силу了 на сей種… Взобщение… Хорошо, . Хи-хи-хи-хиحи… … Как два короля не живут в одном государстве, так и два мастера без контакта не живут на одной улице. Иначе не было на улице ни людей, ни домов. Мастерство этого сенсея настолько велико, что он даже не запаривается для того, чтобы махать руками. Он может просто стоять, а все вокруг подбегают и улетают, подбегают и улетают. Вот это я называю внутренней силой. Хотя я раньше думал, что так бывает только от трехдневного перегара. Такие мастера тоже ничего не делают, а все вокруг разлетаются в разные стороны. Но даже великому дубу надоедает стоять на месте, и он иногда машет ветками. Так и наш мастер решил для разнообразия немного помахать клешнями, чтобы еще больше усилить свою вселенскую силу. Хотя для него это было и необязательно. Какую технику вы возьмете себе на вооружение? Рюмочное касание или перегарное дыхание? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Также подписывайтесь на мой второй канал Грандмастера в описании под видео. Благодарю за просмотры и настойчивости в тренировках.